Снора, флюра, базилюра, и у нас все в жизни нормализует. А что мы делаем? Мам, папа, да я проработал это 25 лет назад. Все дети? Не понравилось, зашел, вышел. У нас у всех есть выбор, мы об этом забываем. Это да, нет. Все делается для роста души. Нам никто не враг. Любой подселенец, любое воздействие, любой негатив, это все ты. Кто-то уезжает, кто-то остается. Тут еще вот таких 250 воплощений, мы там сядь, а, взрослые. Мы ничего не можем умом, понимаете? У нас нет никаких алгоритмов. Я вообще дизайнер одежды, я шмотки хотел делать, и делал достаточно успешно. Все хотели, чтобы все были прокляты. Мы должны быть детьми всегда, не надо стремиться быть взрослыми. Надо быть придурочной, радостной, веселой, надо быть маленькой. Максим, мы очень вам рады. И вы знаете, вы уже в своем вступительном слове на некоторые мои вопросы ответили. Но так или иначе, у вас действительно такая сознательная публика, чувствительная, зрители, читатели, может быть, ваши ученики. Но, понятно, время непростое. Все-таки, вот на ваш взгляд, топ-3, куда в основном утекает энергия? Почему мы часто без сил? А мне сказали, чтобы я не сдерживал себя в мыслях, потому что, ну, как бы, все знают о том, что я могу быть достаточно прямолинейным и честным. Но меня попросили не говорить. Поэтому давайте я буду, что называется, отвечать между строк. Да, по той простой причине, что меня, если включить, остановить сложно. Я, кстати, подумал о том, что я эмоционал. Поэтому я буду держать в рамках себя, щипать буду в тот самый момент, когда меня будет заносить. Топ-топ чего? Топ-3 причины, почему человек чувствует себя уставшим. Куда уходит энергия? Основная причина – это тогда, когда человек перестает, что называется, себя ощущать собой. То есть мы все в той или иной степени попадаем в определенный лабиринт, и наша задача из этого лабиринта – выйти. То есть мы изначально приходим совершенными, я об этом много говорю, и нам ничего не надо, нас ничему не надо учить, потому что мы связаны с той самой энергией, которая идет из космоса, пространства от Бога, и ничто не перекрывает наши возможные взаимодействия и связи. В тот самый момент, когда зарастает младенческий родничок, понятное дело, что каждая душа приходит со своим опытом для того, чтобы получить ту или иную задачу, которую, опять-таки, она выбирает по опыту своих предыдущих жизней. В общем-то, в этой жизни наша задача – просто быть собой. Потом мама, папа, близкие нас перестают, переделывают под себя. Мы забываемся, мы отказываемся от каких-то собственных конструкций и устройств, и вся наша задача на протяжении всей жизни – прийти опять вот в тех младенчиков, которыми мы сюда появились, и вот будет нам счастье. И на протяжении того, той нашей жизни, чем дальше мы отходим от своего предназначения, чем дальше мы отходим от своей истины, тем хреновее нам себя чувствовать. Любому человеку, любому животному, потому что даже вот те, у кого есть кошки, собаки, мы знаем, что когда мы начинаем животное переделывать под себя, для того, чтобы нам было комфортно… Да, воспитывать, то животное получается у нас несчастным. А когда мы целиком и полностью, любого другого человека, включая самого себя, с другими проще, с собой вообще самое сложное. У нас вообще здесь те люди, которые на самом деле суперкрутые, потому что они не боятся сказать себе, что все мое «Г» в этой жизни, оно от меня, а не от кого бы то ни было еще. В любом возрасте почему? Ну, не знаю, как в любом возрасте, но я подростковую тему не буду затрагивать, потому что это больше, наверное, родительская тема. Но касаемо взрослости, то, конечно же, здесь она не приходит с возрастом, это данность. Ты либо взрослый от рождения, либо ты молодая душа, такие вот, они, как правило, эльфики с заостренными ушками. Я так радуюсь, когда их встречаю, говорю, господи, какие вы счастливые. Я имею в виду в любом возрасте, что даже что-то поменять, убрать вот эту шелуху никогда не поздно. Нет, никогда не поздно. Но здесь очень все будет поверхностно, потому что шелуха, опять-таки, она от кого, для чего и почему. То есть это чья шелуха? Это шелуха родителей, это шелуха твоей бабушки, прабабушки. Это твоя основная задача по тому, чтобы зачистить свой род, потому что у тебя есть эти полномочия. То есть на самом деле многие вещи в нашей жизни, которые происходят, и которые... Они все должны быть очень болезненные. Если практику очень хорошо, если эзотерику очень хорошо, если вам где-то очень хорошо, меняйте локацию. Вам должно быть плохо. На самом деле это не шутка, потому что только вот от осознания, только от упертости, только вот от этого понимания того, что все через труд, вы приходите вот к этому кайфу. Но он не дается никогда просто так. Мы делаем практики, все такие, ой, меня там замурашило, мне было хорошо, я почувствовал состояние легкости там, да, я там, кто-то там, не знаю, там, в нирвану, кто-то там, не знаю, там, ситхи очередные словил. Это все здорово, это все круто, но это кратковременно. А когда тебе по-настоящему хреново, когда, что называется, шиворот на выворот, тебя выворачивает, ну, те, кто практикуют, они знают. На самом деле мы работаем с тем больным местом, которое необходимо для проработки. Оно сегодня одно, завтра другое, послезавтра пятое, десятое, и это бесконечный процесс. И просто в какой-то момент нужно не то, чтобы сказать, ну, сколько можно, когда уже будет этот результат, а нужно научиться ловить кайф от этого процесса. И как только ты кайф научился ловить, ты уже становишься вот каким-то таким вот, ну, в хорошем смысле, независимым, а таким победителем, чемпионом и кем бы то ни было. И, в общем-то, это бесконечный процесс, и в конце концов ты вместо мучения начинаешь получать от этого удовольствие и кайф. Ну, как это объяснить? Слушайте, вы вот просто сняли у меня с языка, потому что иногда, когда у тебя опять какой-то урок, я думаю, да сколько можно, ну, я же уже такая осознанная. А вы подальше отсядьте, а то я могу еще как-то глубже залезть в ваши мысли. Да, но имейте в виду, это очень частый вопрос, ну, сколько можно уже вот это прорабатывать, а оказывается, вот, спасибо, все уже, он отбросит путь бесконечный. Но это процесс. Да, нет, путь, он, как всегда, конечный, мы, никто не питаем иллюзией, что жить мы будем вечно, нет, совсем нет. Более того, это все предначертано, тема нашего ухода, но если есть возможности инструмента для того, чтобы минимизировать те пакости, которые нам уготованы, возможно, прошлым воплощением, возможно, какими-то нашими родовыми программами, то с пространством можно играть, заигрывать, взаимодействовать, его можно даже чуть-чуть обманывать, да, подставляя себя в какие-то определенные моменты и, грубо говоря, вместо того, чтобы умереть, допустим, ломая себе ногу, но вроде как бы ты это исполнил, да, ты это выполнил, взятки с тебя, что называется, гладки, и ты пошел дольше и живешь. Вот в этом очень помогают, конечно, специалисты, которые умеют профессионально и правильно трактовать вот эти твои астрологи, я не знаю там, но специалисты, не те, кто просто решили и называться там астрологами, номерологами и прочими. Это такая данность, это то, что открывается, то, что дается, и то, что вот, и, как правило, это очень неизвестные люди, как правило, это те люди, которые не обладают огромной аудиторией, настоящие специалисты, они сидят себе тихонько и вот в этом своем вот этом канале вот это счастливо находятся и думают, господи, не дай бог, чтобы он схлопнулся. Это же самая большая трагедия для чувствительного человека перестать получать прямую информацию касаемо другого человека. Потому что если мы начинаем включать свои интуитивные, чувственные, раненые части, то ответ, получается, он идет через нас, а мы фоним, мы грязные, мы все это, все это, уже всю эту призму передаем, что называется, из самих себя, и мы врем людям. А для того, чтобы ты человеку говорил правду, тебе нужно уметь не быть собой. Вот абсолютный вот этот вот тело, аватар, вот эта пустота, куда человек заходит, получает ту информацию, которую он получает и выходит. И ты ничего в этом, как правило, не помнишь, что там это было. Вы сказали классную вещь в том смысле, что... А вы меня понимаете? Или я так тараторю? Нет, а вы давайте в этом тоже помогайте, а то я сижу, как попка дурак. Смотрите, давайте так, у нас мы сейчас немножечко пообщаемся, мы как раз поговорим еще о вашей книге, и потом передадим слово нашим зрителям, которые тоже будут вам задавать вопросы. Ладно, ладно. Я просто хочу сакцентировать... Просто книга это уже прошлое, это уже неинтересно. Ну, одна, просто тоже согласна. Есть будущее. Есть будущее, да. Не будущее интересного. Вы просто сказали такую вещь, что классный специалист, он как раз очень бережет свой круг. Тихонький, да, тихонький. Сейчас очень много вот этого мейнстрима. Очень много. И когда человек уязвим, когда ему плохо, он реально цепляется за что-то, ему нужна эта помощь. Да, он цепляется за легкий результат, когда нам очень плохо, и на чем построено все, опять сейчас, инфоцыганство, на чем построена вся эта штука, которая, по сути, зомбирует человека. Она построена на том, что мы все хотим вот этого результата, когда мы готовы за это платить, когда вроде бы мы снимаем эту основную ответственность с себя. То есть мы приходим к кому-то, к какому-то, и кто-то там палкой снура, флюра, базилюра, и у нас все в жизни нормализуется. Если ты настолько в связи с формами, с чувствами, с ощущениями, с эмпатией, то, конечно, для того, чтобы поймать белый резонанс, мне не нужно заглядывать куда-то высоко и далеко. Я просто пойду и просто увижу этот ответ, который меня волнует и тревожит. Я увижу имя, событие, дату, время года, обстоятельства, место, я почувствую запах этого пространства, по сути, я его выстрою самостоятельно. Но это заслуга, которая нарабатывается годами практики. Я всегда думал, господи, почему я такой несчастный, почему я такой одинокий? Вот для этого. Чтобы в конце концов вот это все, вот это вот скопи-домок, вот эту вот коробочку, вот так вот взяли, открыли, и я из себя начал, что называется, вот выплескивать это. Я страдал, я мучился, я переживал, я не понимал, я думал, что я сумасшедший, что я псих, что я идиот. И в этом во всем был такой очень тяжелый путь, не то, что я такой несчастный, да, но было тяжело реально. Просто я всегда задавался вопросом, ну когда же, вот из серии, да, ну когда уже прорабатываешь, ты делаешь для себя, у всех открываются двери. У мамы, у папы, у брата, у бабушки, у прабабушки, у подруги, у мужа, у жены, у кого угодно. А тебе хренушки, да, и тебя так вот условно дразит. И потом, в конце концов, когда тебе становится абсолютно все равно, за свой результат, за свой процесс открываются новые двери. И инфоцыганство, оно очень удобно тем, что по большому счету это говорит о... Ну я никого не хочу обижать, пожалуйста, это вообще не та форма. Все мы приходим с разной наполненностью, с разной степенью осознанности себя. Ну то есть как бы, если это опыт человека, и он ему, да, но он ему необходим, он должен это пройти. Ну должна быть блиновская. Я опять-таки, я не имею ничего против никого. Ну как именно рицательная. Умоляю, пожалуйста, да, никакая именно рицательная, да. Но эти люди пустые по энергии. Я заявляю со всей ответственностью, что те люди, которые обладают силой, ты всегда их чувствуешь. Это удачное стечение обстоятельств. Это астрологи скажут звезды, нумерологи скажут, не знаю, там цифры, биоэнергеты скажут харизма. Нет там харизмы, там есть четко, круто, простроенная вот эта вот вся, все звеньи цепи, которые реально работают. Посмотрите, мы вообще не понимаем для чего. Нам нужен всегда предмет, нам нужно всегда мыслить предметно. Нам нужна конкретная ситуация, нам нужно конкретное понимание того, метафорическая карта. Вот мы идем делать метафорическую карту. То есть нам нужно самому себе, или мы, допустим, идем за ритуалом к ведьме, да, нам нужен там приворот. Нам нужно некое определенное действие, которое бы наш ум, что называется, мог бы транслировать и мог бы нам самим объяснить, о чем мы делаем. А что мы делаем? А мы не знаем, что мы делаем. Какое нафиг пространство? Какое восприятие себя? Какая эмпатия? Нет, ну сейчас это стало модным. Сейчас же каждый второй эмпат, это здорово. Это прекрасно, что мы живем в этой стране эмпатов. Мы жили в стране астрологов, торологов, дизайнеров, еще кого-то. Сейчас мы живем в эмпатии, да, ну такая новомодная тема. Но на самом деле это здорово и хорошо. Просто этот крючок, еще раз, вот когда ты встаешь на этот путь, который условно тебя выбирает и тебя зовет, тебе не надо никуда обращаться. Тебе не нужно никому идти. Тебя просто берут, ставят, приводят. А я мысль потерял, мы про что? Про инфоциганство, как найти человека, чтобы обратиться. Да, инфоциганство это опыт, это опыт каждого человека. Никогда человеку, которому не суждено обратиться к тому человеку, который даст тебе результат, твой результат, у которого надо будет страдать, пахать, мучиться и разбираться, к тебе не пойдет. Он пойдет туда, где все будет легко, просто и понятно. Записку написал, на холодильник приклеил, это работает, правда. Я не говорю, что это... Аффирмация работает тогда, когда ты готовый прокачанный практик. Естественно, у тебя будет работать все, что угодно. Аффирмация, мысль. Ты можешь, не знаю, таро самостоятельно нарисовать и просто, не знаю, там в шапке вот так вот мешать записке, да, и делать какие-то там условные расклады. Это определенная степень подключения, но если человеку нужно пойти к инфо-цыганину, он туда пойдет один раз, второй, пятый, десятый, двадцатый. Просто здесь не нужно вовлекаться в общую массу, понимаете. Все это раскрученная энергия, это раскрученный, все знаете, да, эгрегор, да, это раскрученный эгрегор самого персонажа, сообщества, конгломерат, конфессия, все что угодно. И мы все идем просто потому, что там всех много. Почему человек всегда встает в толку, когда вот много людей, потому что там надо, да, но при всем при этом здесь все то же самое, но без очереди. Вот вы замечали, что все идут в одну дверь, где всех много, да, но здесь есть вот рядышком, буквально там 20 метров, раз ты ножку ставишь, а там вообще чисто и пусто. А ты думаешь, а как это так, я захожу там, где никого нет, это что, я плохой, это что, здесь не востребовано, это что, там же вон они люди, там же круче, понимаете. Понимаю. Вы говорите, что у нас сейчас такая фишка, мода, страна эмпатов, дайте свое определение, кто такой эмпат, что это такое? Не знаю, я как, не могу вам сказать эмпат, это человек, способный чувствовать эмоции другого человека, это человек, который живет, вот сейчас у меня каналчик открылся, это всегда очень приятно, когда вот начинает мурашить, когда у тебя, фу, стоп такой. Эмпат это тот человек, который способен транслировать ощущение тебя, когда ты полностью можешь, что называется, отстраниться, и человек другой передает тебе чувство, форма, мысли, ощущение, энергии, когда ты можешь ему транслировать это все, что называется, другой вопрос, зачем тебе это надо, и другой вопрос, что ты из этого получаешь. И основной момент, как ты с этим живешь и взаимодействуешь, эмпаты неосознанные, они долго не живут, но они рано уходят, и сверхталантливые люди, они безусловно эмпаты, да, люди, которые приходят, ярко выстреливают и умирают, это эмпаты. Просто им никто не рассказывает о том, что самое основное в эмпатии это уметь отстаивать территорию, это уметь отстаивать, что называется, самого себя или саму себя в процессе, потому что нас на всех очень много. Мы сейчас с вами сидим вдвоем, у вас 65 человек, и за мной там 180 человек, вы сегодня пообщались, поговорили, сейчас энергия каждого человека взаимодействует с нами, мы вот в этом, знаете, мы всегда забываем о гигиене энергии, да, мы знаем, что надо там делать то, и сё, и пятое, и десятое, но себя нужно чистить. Вот эта вот любимая тема, понятная, простая, диагностическая чистка, она на самом деле подвластна только самому человеку, только сам человек, приняв решение, может себя почистить, только сам человек, приняв это решение, может себя продиагностировать. Вот эмпат в состоянии абсолютно обнуляться, эмпат в состоянии абсолютно, что называется, перестать себя чувствовать, знать, понимать, и целиком и полностью просто выдать тебе вот твой вот этот вот как спектральный анализ, твою вот эту вот ауру, знаете, фотографии делай так, раз у тебя там аура возникла. Ну, в общем-то, эмпат это такой человек, который сверхчувствителен, наверное, так, по отношению ко всему, к людям, к животным, к природе, к погоде, к энергиям, к чему угодно. Это врождённое или всё-таки не врождённое? Я думаю, что это врождённое, да, да. Просто вы так классно сказали, кто это, я думаю, таких же людей... А водички нет у нас. А мы можем просить. Это ведь много таких людей, мне кажется, и в искусстве, не только в всём. Я же говорю вам, это те гении, которые рано умирают. Они даже не понимают это. Как они не понимают? Они транслируют это через всё своё творчество. Но имейте в виду, не осознают. Почему? Нет, они, нет, но те, кто умирают, они, конечно, это экстрасенсы, мы все экстрасенсы, они не только в битве экстрасенсов. Это экстрасенсорик, это сверхчувствительность. Все люди, которые рано ушли, все звёзды, которые рано ушли, Эми Вайнхаус, Цой, я не знаю, там, бесконечными основинами просто плохо, это люди с открытым каналом. Но открытый канал – это отчасти эмпатия. Эмпатия – умение чувствовать, умение сопереживать, умение считывать ту информацию, которая открывает определённые каналы для того, чтобы дальше транслировать. И всё их творчество, оно передавалось путём того, что они делали. Но они рано уходили, потому что, опять-таки, они не обладали техниками защиты, они себя не обнуляли. Они вот на разрыв аорты, отдавая себя целиком и полностью вот этому своему гению, своему вот этому внутреннему, они просто уходят. Это судьба такая. Если эмпат вовремя не останавливается, если он не начинает в этом направлении работать, но если не будет эмпатов, не будет никаких вещей, которые будут оставаться после их смерти. Ох, как же найти вовремя этого человека, который тебе подскажет, поможет? Никак. А как вы его найдёте? Я пошёл искать эмпата, который мне подскажет. Мне нужно с собой договориться, что ты себе, я же говорил о том, что нужно самому себе сказать, что ты готов начать с собой взаимодействовать. Вот как только твоё осознанное, бессознательное, не знаю, ангелы, архангелы, наместники, сила твоего рода узнает о том, что, о, круто, сейчас тут про нас про всех вспомнит, такое вот это вот главное наше, скажет, о, ну, наконец-то, команд, давай, всё придёт, всё расставится по нужным местам, придут люди, события, места, знакомые, связи, всё будет открываться, как вот, не знаю, какой-то такая вот детская книжка, помните, такая вот была, открывается, там, раз город вырос, раз город, там, сад вырос. То есть ничего делать не надо, не надо никуда ходить, не надо нигде ничего искать, оно всё на самом деле вот в этом внутреннем, вот в этом внутреннем желании открыться. Это просто уровень мысли, уровень чувства, это уровень, который открывает себе все возможные дороги, то есть ты ничего не можешь сделать специально, ты будешь ходить и блудить, ну, в смысле, блудить, но и блудить тоже, да, заблуждаться. Но сливать энергию вообще. Нет, не сливать, ты будешь сливать себя, потому что на самом деле тут человек, который говорит, мне надо развиваться, мне надо духовность, ему ничего не надо. Человек, которому что-то надо, он просто молчит, они, как правило, эти люди не разговаривают, потому что у них уже сил нет говорить, они уже наговорились, они уже устали. Но я не могу как-то это вербализировать, это всё как-то очень, мне кажется, во-первых, индивидуально, а во-вторых, ну, у каждого вообще свой путь. То есть здесь какого-то общего, общей формулы, общего алгоритма не существует. Ну, реально, этого нет, это в природе не бывает, мы все индивидуальности. Нас всех пытаются сделать одинаковыми, нас всех пытается система сделать определённой своей вот этой вот частью. И это было, и это есть, и система надеется на то, что это будет. Но как только мы примем свою индивидуальность, эта система схлопнется. Система схлопывается, когда она взаимодействует с абсурдом. Импат, человек, экстрасенс, каждый индивид, это абсурд для системы. Задача системы сделать всех одинаковыми, сделать всех условно серыми, белыми, чёрными, какими бы то ни было, для того, чтобы ей было удобнее взаимодействовать. Естественно, для этого есть определённые воздействия, для этого есть определённые энергии, для этого есть определённые практики, которые работают на это. чтобы система закручивала свои гайки, чтобы как можно больше людей принимали правила игры, чтобы как можно больше людей говорили «да», «да», «да» тому, чего нет, и говорили «нет», 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 чему «да». Самая классная ложь – это когда она воспринимается правдой, да, самая классная правда всегда воспринимается ложей. Ну ладно, сейчас я туда вот уже чик. Да нет, на самом деле, всё очень понятно, всё очень понятно, про что вы говорите, просто вы уже человек, так скажем, опытный, когда вы ещё видите огромное, как правильно назвать, людей, которые к вам приходят за помощью, за советом, у вас уже есть вот эта выборка, вы понимаете, кому как помочь. Выборка, подборка, у меня плейлист. Подборка, подборка, да, я имею в виду, просто я переношу на себя, когда тебя там колбасит, и тебе действительно плохо, очень круто, если вовремя попадётесь в такой человек, как вы. Никто, никто ко мне не приходит, когда колбасит, ко мне приходит всё, я всё поняла, я всё поняла, мне так круто, мне так всё проработала, ко мне только счастливые приходят. Нет, ко мне кому плохо не приходит, они должны ещё там пострадать. Просто вы уже сказали про Every One House, и я… У меня нет, у меня приходит хороший, хороший, конкретный, конкретный практик, который… Ну давай, расскажи, да? Ну давай, ну давай, мам, папа, да я проработал это 25 лет назад, что дети? И потом это всё открывается, и мы понимаем, повторение мать учения, никогда не бывает проработанной базы, крутой, конкретной и, что называется, весёлой. Но у нас вот есть вот этот вот момент эго, это вот момент, когда ты всё поняла или понял в жизни, когда ты себя нормально чувствуешь, когда все черепи, просто космический корм, а ты тут заходишь, и вот это вот классно. Я таких вот, ну, бывают такие. Снова такие уже, продвинутые, в хорошем смысле. Да, ну нет, нет, продвинутые в хорошем смысле не бывает. Продвинутые в хорошем смысле, как правило, задвинутые. Или забранные они ещё, ну ладно, это всё не важно. Задвинутые, хорошее слово. Слушайте, а давайте перейдём к вопросам. Добрый вечер, у меня такой вопрос. Вот когда мы открываемся, к нам идут люди… Давайте, давайте сразу, корректно, открываемся, смотрите, да, вот наша работа, наша подключённость, она в конкретике. Открываемся, что открывается, куда, как, каждый импатт должен каждое своё слово продумывать, чувствовать и говорить конкретно. Открываемся кому, чего, где, как. Начинается путь открытых. У человека. У какого? У вас. У меня. Давайте, вот про вас давайте. И я понимаю, что мне хочется развиваться, что у меня идёт, и ко мне идут люди, я их вижу, да, этих людей. Как вот понять, что действительно мне помогут, или это вот я потеряю зря время, например, какие-то курсы придут, да, или ещё что-то. Как это определить? Никак. Вся ваша жизнь, она уже предопределена, что называется, вашим пред… Мы не предвидим будущее, да, мы его предсоздаём. Вот это когда мы, дайте нам, что нас ожидает, нет, мы всё уже создали, да, здесь вопрос как бы коррекции, здесь вопрос, что называется, момент предопределённости. Вы уже в том состоянии с тем человеком, о котором вы сейчас сделали запрос, вы уже там. Не сдвигайте никаких… Вы сели за красивую скатерть, она абсолютно ровная, чистая, белая, вас вот так вот возьмут и поставят, и вы это даже не сразу поймёте. Вы через какое-то время поймёте, что это как раз та энергия, это та сила, это то взаимодействие, которое мне было нужно. Потому что когда ты включаешь ум свой пытливый и начинаешь рассуждать здесь, куда мне пойти, чтобы не ошибиться, чтобы под жопку там соломку постелить, то есть всё, пятое-десятое, это вопрос ума. А ум, он, он, это наш внутренний сатан, да, то есть это наш, на бес, это наш подселенец, кто угодно. А вот эта вот вся часть сердца, душа и вот это всё, что, вот это всё сверху, снура, флюра, базелюра, это то, что нас, держит нам вот этот путь. И поэтому как только вы перестаёте думать, вас просто берут и определяют туда, куда вам это надо. Когда вы сидите и рассуждаете, как я поступлю, смотрите, всё случайно, всё, всё случайно, всё повезло, всё подфартило, вот на этом выстраиваете своё взаимодействие с миром. А когда вы начинаете выстраивать, простраивать какие-то конструкции, не знаю, какие-то там устанавливать себе планы, писать о каких-то там своих целях, ну, нет, это всё происки ума, очень долгий путь будет. Вот, хватит думать, просто дайте чёткую задачу, мне надо конкретно, мне надо что-то, что вам надо? Озвучите, что вам надо? Прямо сейчас. Вот, например, да, так получилось здорово, что я понимаю, что моей защиты мне не хватает. Очень долго, 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 пространство не разговаривает на таком языке. Я вижу вас, смотрю, защита, облака, я выходная, всё, приду. Всё, точка. И потом мне говорят, а ты вообще знаешь, куда ты идёшь? Что такое великое? Всё, 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 вот, защита, облака, всё, вы сегодня это получите, и всё. Всё, достаточно, всё, вам нужна защита. Никогда вы не получите то, что вы ожидаете, как вы не понимаете, когда вы это получите, вы это не дооцените. Я же только что вам рассказал, предвосхищая ваш вопрос. Вы строгий, Максим. Нет, я добрый. Я же вам только что сказал, что когда у нас что-то случается по нашей же воле, нам повезло, подфартило, случайно выиграли, раз в жизни бывает, мы никогда не готовы своё вот это вот внутреннее сдержать. Вот я теперь буду думать, что я строгий, я же параноик. Добрый, хороший, но строгий, такой, быстро, быстро, быстро. Ну, потому что людей много, мне надо бы дать бы быстро информацию. Я же не ответил вам на вопрос или ответил. Короче, не думайте, чувствуйте. Следующий вопрос. Вот про ощущение тела. Вы сейчас классную вещь сказали. Да, тело не врет, всё, тело не врет, самое главное. То есть ты чувствуешь это, да? Затошнила, сконфузила, задохнулась, плохо, не понравилась, разворачивайся и уходи. Не надо деликатничать, не надо, мне неудобно, что про меня подумать. Зашла, не понравилась, зашёл, вышел. Всё, вот тебя разворачивают. Но мы идём против себя, мы начинаем общаться с человеком, от которого нам плохо. Ну, потому что, ну, как, ну, показалось. Ну, потому что, ну, потому что, да, я рассказываю эту историю, когда у меня у мамы, приятельница, описывалась, потому что она хотела писать, а неудобно было, воспитание не позволяло. Кстати, девочки, я там в туалет или что, ну, разговор был интересный. Вот человек взял и описывался. Ну, просто вот, это, конечно, крайность, но, по сути, мы все писаем себе вот в штаны, потому что, когда нам не надо, и мы терпим, и мы через силу, вот тогда мы получаем как раз вот эту утечку энергии, о которой мы начали вначале. Тебе нужно по телу, как тело сказало, раз, сделал, тело от тебя привели, а вот мне сюда надо, а вот мне сюда вот не надо. Всё, оно, оно реагирует. Вы сейчас сказали, тогда, когда не нравится тело, говорит, не хочу, тошнит, не удовлетворяет, беги. А если тело приходит куда-нибудь в помещение и говорит, люблю, не могу, вообще хочу, не могу, а тебе вот так, бежать или брать? Ой, ну, это очень интересный вопрос. А вы что выберете, бежать или брать? Понятия не имею. Вы как сейчас даёте рецепты, поэтому вот я спрашиваю вас. Нет, я не доверюсь. Это же всё очень индивидуально. Это же я только и, собственно, не всё, всё то, что я говорю, это только мой личный опыт, это только мой личный эмпирический путь. Он может вообще не соответствовать действительности. Поэтому я призываю каждого человека думать чувствовать только касаемо самого себя. Никакого общего рецепта нет. То есть, если я прихожу и говорю, моё тело говорит, хочу, ну, хочу. Нет, а когда вы начинаете рассуждать всё, это начинается игры разума. Вы уже сделаете неверный выбор. Оно вас не подведёт. Просто вы не думайте, не рассусоливайте. Берите, и всё. Если видите, что надо брать, берите. Если видите, что надо бежать, бегите. Всё, всё просто и легко. У нас у всех есть выбор, мы об этом забываем. У нас есть самое основное, и то, что нас отличает практически от многих живых существ на этой планете, у нас есть выбор. Мы можем сказать, на самом деле вся эзотерика, вся магия, вся эмпатия строится на двух простых вещах. Это да и нет. Это основа, полагающая вообще всей нашей жизни. Вы представляете, мы рождаемся, на самом деле, с двумя ответами, которые влияют на нашу жизнь, которые влияют на ход событий, которые влияют на всё вокруг. Это да и нет. Ты либо говоришь ситуации, пространство человеку да, либо ты говоришь нет. Всё. Наш мир дуален. Да? Нет. Нет, всё. На самом деле, и все сложные практики, все философские учения, весь оккультизм, всё построено, сложно для того, чтобы просто ответить на либо да, либо нет. Спасибо. А вот у меня такой вопрос. Вы говорите, что если мы чувствуем, что это не наше место, что нужно уходить, соответственно, уходи. Но при этом вначале вы говорили о том, что совершенствование, развитие, скорее так, идёт именно через какое-то мучение. Угу. Я немножко про разные вещи говорю. А, поняла. Извините. Сейчас поясню. Дальше сейчас поясню, чтобы не было путаницы. Когда ты приходишь с болью, когда ты приходишь с пониманием, когда ты уже вот это всё условное внутреннее накопил, и ты начинаешь практиковать, ты это открываешь. Но чтобы не накопить это внутри самого себя, то есть ты приходишь уже с результатом, ты уже приходишь с тем, что ты насобирал это всё, и ты приходишь через боль это решать. Но всё было бы гораздо круче, если бы мы, доверяя своему телу, если бы мы доверяли своей, такое банальное слово, интуиции, делали всё так, как мы этого на самом деле хотим. То не было бы никаких сложностей, не было бы никакой внутренней боли. Было бы просто всё легко и понятно. Но легко и понятно нам тогда было бы не надо. Наша душа неинтересна, когда легко и понятно. Я на самом деле все-таки считаю, что легко и понятно должно быть тогда, когда ты все нелегко и непонятно прошел. То есть на самом деле все должно быть очень легко. Но чтобы прийти к этому пониманию, вот человек как-то вот так вот он устроен. Все делается для роста души. Нам никто не враг. Мы сами себе не враги отчасти, но в какой-то момент враги. На самом деле есть что-то, есть какая-то определенная сила, есть высшие, которые всегда нас окружают, которые с нами всегда взаимодействуют. Если мы себя как Кинг-Конг бьем в грудь кулаком и говорим «я сам», то пространство-то говорит «мы рядом постоим, мы понаблюдаем». Но как только ты говоришь «все, не могу», «все, устал», «все, пожалуйста», «бум-бум-оппол», «придите, сделайте за меня», «все, я маленький там, я маленький, я на ручке хочу, пожалуйста». Но вот так вот все начинает работать вокруг тебя. Потому что оно, в отличие от нас, всегда очень слышит, оно всегда очень деликатное. Энергия высшее, пространство, оно всегда вот чего вот этот вот джин из бутылки, да, чего хотите, да, что сделать там. Или вот эта щука из емели, или золотая рыбка, это же пространство. Это же все то, как работаешь, чего хочешь. Мы говорим, мы озвучиваем, да, но там, правда, у тебя там три желания, да, старе они с этими тремя желаниями. Нет, и гораздо больше на самом деле. Но это чтобы сказке был конец, счастливый, их всего три. Вот, а так была бы, не знаю, там, миллион одна ночь каждого человека. Добрый вечер, Максим. Скажите, пожалуйста, как вы справляетесь со своими страхами? Вы погружаетесь в них, идете или просите какой-то помощи? Давайте по-другому, давайте по-другому. Зачем вам мои страхи? Расскажите про свой. Зачем вам мои страхи? Мои страхи, это мои страхи, они же вам не интересны, это же мои страхи. Мне не интересны ваши страхи, мне интересно, как вы с ними справляетесь. Чего вы боитесь? Вы можете это озвучить? Сейчас, прям честно сказать, чего вы боитесь? Какой ваш главный страх? Какой страх сейчас внутри вот собирается, что называется, уже перестать быть страхом? Какой страх собирается стать вашим союзником? Чего вы боитесь? Боюсь, что нет у меня сейчас какого-то страха. Мне интересен подход ваш. Вы, ну, объясню. У меня стоит дилемма. Идти на завтрашнее ваше мероприятие, погружение, практику. Да, и так как это звучит как защита... Отражающий щит, да. Отражающий щит, я слышу, что в этом существует какая-то защита, борьба. И мне хочется понять, вы учите справляться страхом, со страхом погружаясь в него, или же вы учите воевать, там, призывать какие-то высшие силы? Миролюбивый, я миролюбивый, какие воевать, нет. Ну, понимаете, да, то есть мне интересна какая-то короткая концепция, не надо мне сейчас... Интересно приходить, интересно приходить, не понравится, не поймёте, возьмёте и развернётесь. Всё. Всё коротко. Нет, страх это всегда инструмент. Мы просто находимся в публичном месте, я понимаю, да, как бы люди слушают. У нас у всех есть страхи, причём есть страхи, и мы можем говорить о том, что мы вообще бесстрашны в какой-то степени в... У нас у всех есть страхи. Более того, они сегодня одни, завтра другие, послезавтра третьи. Начинается всё с момента... Есть ещё чужие страхи. Есть ещё страхи, которые мы несём не за самих себя, да. Нам интересны чужие страхи. Вот вы мне сказали, вам мои страхи неинтересны. Но вам могут быть интересны страхи ваших близких людей. И в силу того, что мы люди, умеющие любить, даже если нам кажется, что мы любить не умеем, мы носим вот эти страхи за своих близких и любимых для того, чтобы облегчить их путь. И тем самым, как бы нам кажется иллюзорно, что мы им путь облегчаем, на самом деле мы и им путь не облегчаем, и себя делаем с дополнительными параноидальными системами и структурами. И практика, отражающая щит, она как раз раскрывает то, что тебе абсолютно не нужно, то, что не твоё. Основная задача эмпатии – это круг, это пространство, это очерченный коридор, это твоя комната. Или вот ты в комнату заходишь, и ты там как будто одна. Но это совершенно не обозначает, что это так и есть. Ты видишь, что ты в комнате одна, но у тебя там вот так вот ещё человек 200 вокруг тебя в этой комнате. Просто их не видишь, просто ты их ощущаешь, у тебя плохо, просто не понимаешь, что происходит. Просто у тебя депрессия, тоска, бессонница, я не знаю, хандра, меланхолия, всё что угодно – это эмоции и страхи других людей, которые ты в себя приняла. И отражающий щит – это как раз касаемо того, чтобы определить, выстроить свой чёткий контур. Помните, как была история с прекрасной медузой горгонной, да, когда он повернул, и медузка сама-то… В камень обратилась. В камень обратилась, да, а он чистенький, сухонький вышел. Вот вся эта картинка, вся эта история на самом деле – это наш социум, где вот эти все каменные структуры – это всё определённые вот эти оболочки закостенелые. Это страхи, которые передаётся неважно кем – людьми, близкими, нелюдьми, энергиями. И отражающий щит – это умение чувствовать, что сейчас с тобой происходит. Отражающий щит – это отражать всё деструктивное, всё то, что на тебя направлено, и умение и защищаться в том числе, потому что без защиты никуда. По крайней мере, тебе нужно от удара отойти, тебе нужно уметь увернуться от удара, это тоже защита определённая. Но это не момент воздействия, мы не воздействуем ни на кого для того, чтобы там что-то там отобрать, забрать или как-то, ну… А я ответил? Спасибо. Да. Класс, спасибо. Завтра приходите. Спасибо. Ещё вопросы, друзья? Спасибо. Ещё есть у кого-то вопросы? Не стесняйтесь. Да, сейчас я вам всё то, что я говорил, я сейчас раз и переставлю. Есть такая тема, которая называется сопротивление. Вот это мои, да, вот это главное. Бывает такое, что когда мы внутренне куда-то собираемся, и вот мы уже как бы готовы, и вот это вот… Иси, господи, как я не хочу. Вот это вот момент того, что сопротивляет, и вообще то, что вот есть две стороны, опять-таки да нет. Либо ты приходишь, господи, какое счастье, что я это всё превозмог, что я оказался здесь. Я понимаю, что вот настолько было внутренне сопротивлялось то, что не хотело вылезать наружу. Или ты приходишь и говоришь, вот я же знал, я же чувствовал, ну что я пришёл. Вот понимаете? И здесь вот этот вот момент выбора, он настолько неощутим, он настолько неуловим. То есть сопротивление – это штука такая, её тоже нужно не пропускать через мысли. То есть вот есть вот это вот желание встать, пойти, да, а если нет желания встать, пойти, если тебя как бы что-то так останавливает, не ходи, не надо. То есть как бы если возникает мысль пойти или возникает мысль не пойти, ну здесь вот отключать просто ум, и тогда ты оказываешься в нужном месте в нужное время. У меня знаете какой вопрос? Я сегодня рассеян, и у меня сегодня внимание рассеян, 21 лунные сутки. У меня сегодня период как это во все стороны. Да, всё понятно на самом деле. Завтра полегче будет. Вы сказали, когда есть импульс, и ты даже себя чётко слышишь, да, нет, даже знаешь ответ, но вокруг, может быть, в данный момент, такое окружение, которое тебя останавливает, и ты вот прям зависим от этого вообще. Всё твоё окружение – это ты сам. Все люди вокруг тебя, плохие, хорошие, добрые, злые – это ты. Всё твоё окружение – это ты. Вся ситуация, которая происходит вокруг – это ты. Любая твоя реакция, любой конфликт, любая радость, любой, не знаю, тандем, союз – это всё ты. Любой подселенец, любое воздействие, любой негатив – это всё ты. Целиком и полностью ты принимаешь ответственность только за себя, на всё происходящее. Люди неплохие, нехорошие. Люди отражают либо то, что находится внутри тебя, либо то, от чего ты бежишь, либо то, к чему ты пришёл. Точка. Если близкие. Тем более, это же самая любимая тема. О, это же естественно. Которые могут обидеть тебя и сказать, что ты обидел. Да, конечно. Они тебя воспитывают, тренируют, но они тебя обижают, потому что их обижали, потому что им себя нужно, что называется, облегчить. Им нужно снять с себя вот эти вот то, с чем они уже не справляются. Это всё от любви. Это всё от любви. Это бескрайности, конечно. Но хотя и вырванные судьбы, изуродованные судьбы, рваные судьбы – это тоже всё момент. Оно всё одно в другое. Но мы же в определённой среде, в определённой семье. Мы – это всё наше абсолютно. Вот как это? Это вообще всё наше. Вообще всё наше. Кто-то уезжает, кто-то остаётся, кто-то является свидетелем происходящего, кто-то сидит где-то там и, не знаю, там медитирует и понимает, что это его никак не касается. На самом деле это всё конкретная наша ситуация, всё происходящее – это мы сами. Слушайте, вы сейчас говорите, я помню, как я сидел в детстве. У меня папа очень такой строгий, он хирург, ну, ты такой. И я помню в детстве вот сказала то, что сказали сейчас вы. Я говорю, папа, ты мой главный тренер. Вы представляете? Вот меня просто сейчас, извините, что я озвучила, но просто сейчас… Главным вашим мужчиной был? Нет, нет. Тренером можно, мужчиной нельзя. У нас сейчас у него вообще супер-классные отношения, особенно когда я стала взрослой. Когда вы стали взрослой? У меня просто вот эту фразу. Когда вы стали взрослой? Я стала взрослой в 25 лет. Назад? Нет, вот нет, в 25, а сейчас мне 33. Вы не взрослая, извините. Ну, извините. Взрослая. Взрослые мы будем, когда вот ещё вот таких 250 воплощений, мы там сядем, о, взрослые. Можно, просто я к тому, что меня просто аукнуло сейчас, что вы сказали. Ну, спасибо. У меня в теле, аж я покраснела. Телесный отклик. Да, телесный отклик. Я так и сказала, говорю, папа, ты мой главный тренер. Видите, я даже делюсь своими историями, друзья. Не надо, не надо, зачем? Никто не стесняется, захотят, скажут. Вы согласны. Не надо никого это вынуждать. Есть вопросы ещё? Максим, чувство собственной важности или гордыни. Ну, как бы мы через это теряем много энергии. Да, ну, мы все через это проходим. Ну, и как бы, а если ты проводишь практики, ну, как бы, чтобы от этого избавиться, да? И, а разве это, ну, мне, например, это навредило, да? И вот тут как бы... Я не очень понимаю, я не очень понимаю, что конкретно вы имеете в виду? Нет, ну, чувство собственной важности, это, ну, как бы, ну, что, я такой крутой, там, или ещё, там, я самый умный, да? Мы же все через это проходим. А ты себе наоборот говоришь, нет, я там тупая, я там никчёмная, я там туда-сюда, да? Да, это безумная утечка энергии, тут же душа схлопывается, обижается, разворачивается, оскорбляется, вы предаете, мы не можем сказать себе, дура, идиотка, идиот, идиот, как ты мог поступить? Это всё, это минус 20% от батарейки, которая тебе дана при жизни. Мы не можем себе это говорить, мы не имеем на это права, потому что мы у себя условно не одни. Это говорит наш ум, то есть его задача, задача нашей души расшириться, задача нашей души, что называется, эту информацию трансформировать, задача нашей души всё это переработать. То есть вот в момент оскорбления, момент вот этого собственного самокопания, саморазрушения, это всё вопрос уничтожения себя. Это программа по самоуничтожению, любое слово, любое недовольство собой, которое взращивается, которое внутри нас, вот вы должны понимать, минус 20% от нашего заряда, тут же, вот в этот же момент. Как с этим работать? Ой, ну главное, что вы понимаете, что с этим надо работать, а дальше уже опять-таки, ну нет какой-то конкретной формулы. Здесь очень мало вводных для того, чтобы я сейчас вам что-то сказал, но ключевое с этим надо работать. Это самое такое сложное, вот это внутренняя претензия к самому себе или к самой себе, вот оскорбления эти внутренние. Но это всё на самом деле это не вы, это мама, папа, бабушка, дедушка, прабабушка, прапрадедушка. Это они через зеркало, это они неупокоены, выражают своё проявленное или непроявленное. Это они через ваш рот, через ваши мысли, через ваше сознание пытаются на самом деле обратить на себя внимание. любое недовольство собой любая ненависть к себе это не вы это не мы это те страхи это те кто на нас висит и те кто таким образом любая спица в колесе на твоем пути любая белая дорога запыленная зам замутненная там ледяная это те кто пытаются таким образом призвать искать суши меня тут замочили меня тут забыли меня вычеркнули вытеснили ты тот или так до кого я достучался у тебя в жизни будет все хреново настолько до тех пор пока ты меня не замечу как только замечаешь принимаешь как только ты выполняешь расставляешь все по местам как только ты человека вспоминаешь этого твоя жизнь открываются новые двери понимать эта история не про вас эта история про кого-то кто находится там сзади сзади вас это про тех кто находится сзади нас но мы это можем это все передать тем кто будет после нас мы все передаем все невыполненные программы неразрешенные мы в какой-то момент просто новимся супер слабыми и И наши дети нас любят. И они говорят, слушай, что-то мама с папой так себя плохо чувствует. Давай-ка я на себя их задачу возьму. И это все передается по наследству. Да, то есть эти программы мы передаем своим детям, если мы... Если повезет, да. Если дети будут. Вопрос такой у меня остался, что с этим делать, да? А, вот, вот, а что с этим делать? Вот, все, уже есть процесс. Уже есть момент того, что человек окажется в... Как вас зовут, простите? Любовь. Любовь окажется в состоянии любви. Любовь окажется в том месте прекрасном, когда эта проблема будет решена. То есть умом... Мы ничего не можем умом, понимаете? У нас нет никаких алгоритмов. Умом мы ничего не можем. Ум не работает. Умом мы можем получать, не знаю, там, что... Даже Нобелевский лауреат, все люди с открытыми каналами. Это люди с открытым даром. Мозгами мы мало что можем, да? Кому-то что-то снится, кто-то что-то открывает, кто-то что-то чувствует. Кого-то озаряет. Кого-то, что бы то ни ни было, еще... Максим, скажите, пожалуйста, я вот слушаю вас, смотрю, мне очень все нравится, разделяю. Принимаю все, что вы говорите, не хочется спорить даже. Согласно с очень многим, скажите, вот вы осознанный человек. Зачем вам преподавать, обучать? Вам это зачем? Не знаю. Но как я осознанный, вы меня прям... Я прям... Это очевидно. Нет, вообще нет, 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 нет. Какой я осознанный? Я не знаю, кто такие осознанные люди. Нет, конечно, мне очень приятно, вы так сейчас мое эго прям погладили. Наконец. Зачем я преподаю, но я считаю... Наверняка вы себе отвечали на этот вопрос. У вас все очень... Вы знаете все ответы на вопросы. Наверняка я здесь... Это вы меня как-то слишком идеализируете. Я могу на это повестись, конечно, но могу не вестись. Смотрите... Сейчас ответим. Давайте еще раз. Давайте, давайте. Я за базар отвечаю. Скажите, пожалуйста, зачем вы занимаетесь преподавательством, раскрытием других, помощью другим? Мне это нравится. Это то, от чего я получаю удовольствие. Это мое хобби. Я занимаюсь своим хобби по жизни. Это часть меня. Мне это нравится. Меня от этого бодрит, штырит. Мне нравится. Мне любопытно. Мне интересно. Мне радостно вставать, просыпаться. Мне радостны победы людей. Мне радостны преодоления людей. Я хочу поддерживать так, как меня не поддерживали. У меня были сложные периоды в жизни, когда я не находил ответы. И мне очень хотелось. И мне очень было сложно. И теперь... Ну, как это объяснить? Ну, это кайф. То есть это результат. Для меня результат моего человека, можно же сказать? Можно. Да. Результат моего человека – это мой результат. Поэтому я же говорю, что внутри нас самих – это те люди, которые к тебе приходят. У меня здесь есть люди, которые ко мне пришли достаточно давно. Но я вообще не собирался, и ничего не собирался я делать. Я родился в день учителя, и моя мама мечтала, что я буду учителем. И я хи-хи-ха-ха, и никогда в это не верил, не соглашался. А так получилось, что по сути, как-то странно, через какие-то сложные ходы и выходы, я не планировал, не хотел, не видел, не предвидел. Я вообще дизайнер одежды, я шмотки хотел делать, и делал достаточно успешно. Я думал, что я дизайнер, а оказалось, что я не только дизайнер. Все. Спасибо. Олег, раз по-такому, вообще, мне нравится. Максим, а я в продолжение. А были такие люди, которым вы отказывали? Ну, вот они пришли к вам учиться, лечиться, открывать свою чакру, а вы им отказали? Ну, конечно. А по какой причине, если можно это сказать? Ну, не мой человек. Не мой человек, да. Но это не эмпатия. А? Это же не эмпатия. Не знаю я, что это такое. Ну, просто я понимаю, что я ничего не могу дать человеку. Я понимаю, что как бы, ну... Вы не можете дать, потому что он неизлечим, или потому что вы не хотите? Ну, я так, я бездонарь. Просто-просто нет, и все. А ко мне, ну, ко мне на самом деле не приходят, те ко мне не приходят. Они просто не доходят. Ну, так, чтобы я прям нахамил и сказал, я тебе... А, ну-ка, нет, когда мне говорят, нет, скажи, что на мне порча проклятия. Там, я говорю, да нет, никакой... Нет, скажи мне, ну, да, ты херовый экстрасенс, я пойду к другу. Я говорю, ну, драть богу, все. Вот это особенно, как в битве было. Все хотели, чтобы все были прокляты. Все хотели, чтобы все были... Венец безбрачия. Венец безбрачия, да. Снимите, наколдуйте, заколдуйте. Вот это когда уже они поняли, что я не этот, не медиум, не... Да. Импат. Да, да это привязалось ко мне, конечно, импат, импат. Спасибо большое, спасибо. Не доходят люди, понимаете, это вопрос не в том, чтобы поначалу, очень быстро-быстро, когда ты начинаешь много работать, вот эти все процессы ускоряются. То есть то, что должно быть 10 человек, вот такой какой-то цепочки, линейки, да, потом один человек. То есть это были эти, да, там люди были, которые приходили подпроверить, да, то есть как бы, чтобы потом написать какой-то отзыв. Ну, то есть это было понятно, и мне это было интересно, там люди говорили, допустим, а давайте вы, я говорю, давайте, а что надо сделать, я говорю, надо заплатить, а сколько заплатить, я говорю, миллион, а кому? Вот в фонд, допустим, тогда подари жизнь, давайте, все то же самое, да, включаем камеру, присылаете чек, что вы перевели миллион в фонд, подари жизнь, и мы работаем. Все то же самое, как в битве, никто не переводил, не хотели почему-то. Вы понимаете, да? Перепроверять. Хейтеры? Нет, это не хейтеры, это не хейтеры. Не хейтеры. У меня вообще не было такого, как-то, знаете, вот это все, через что там проходит, это все, вот вы говорите, что вы взрослые, а мы каждый раз, когда только думаем, что мы взрослые, нас как вот котенка в саке или во что-нибудь окунают, потому что как только вы это сказали, вам сейчас скажут, ну давай, как бы ты поступил, это такая тема, очень интересная, она со мной взаимодействует резче и быстрее, поэтому мы не взрослые, мы никогда не взрослые, мы не можем быть взрослыми, когда взрослые, мы уже такие заскорузлые, мы когда заскорузлые, нам неинтересно, мы уже мумифицированные, мы уже глиняные, мы должны быть детьми всегда, не надо стремиться быть взрослыми, надо быть придурочной, радостной, веселой, надо быть маленькой, чтобы вот так вот смотреть на жизнь, чтобы быть гибкой, чтобы раскрываться на все, нельзя говорить о том, что я взрослый, я осознанный, Если ты взрослый и осознанный, то ты просто, например, сад гуру, да, он же взрослый и осознанный, вот. Не такой взрослый, но осознанный. Ну, осознанный, вот, или я не знаю, там еще кто. Нет, не надо, вам не обо мне ничего, это взрослый. Ладно, не вам, спасибо. Вообще, это не про вас. Друзья, спасибо огромное, Максим Рапопор, давайте поаплодируем. Спасибо большое.